Привет, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественны. Естественно. Моя гостья утверждает, что только Божья атмосфера может в полной мере противостать сгущающейся тьме, которая охватила мир и даже, возможно, кого-то из ваших родных. А вы хотите пребывать в Божьей атмосфере? Я? Да. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Ким, в 97-м году вы переехали в район города Феникс, ближе к церкви, в которой вскоре начнется пробуждение. А вы с мужем будете в ней пасторами. Как вы вообще к этому пришли? Необычная история, скажу я вам. Мы уже долгое время находились в служении, будучи молодежными пасторами и помощниками старшего пастора. Мы ощущали, что Бог побуждает нас двигаться к чему-то большему в нашем служении. В результате стечения разных обстоятельств и череды событий мы переехали в Феникс, чтобы стать там пасторами-основателями церкви. Бог призвал нас смириться и стать ее частью. Весь этот процесс скорее устраивал сам Бог, нежели мы сами. Он готовил нас к чему-то очень мощному. Нам потребовалось несколько лет, чтобы осмыслить всю картину произошедшего. Бог действительно готовил нас, призвав двигаться в служении. Именно поэтому мы оказались в Фениксе. В моей духовной жизни был один очень знаменательный момент. Накануне я как раз прочла книгу «Томми Тинни. Искатели Бога». Сразу после этого я одна отправилась в святилище нашей церкви. Я в одиночестве находилась у алтаря. Я никогда не забуду тот момент, когда я искала Бога и взывала к Нему всем сердцем. В моем духе еще было свежо все то, о чем я читала. Вы можете приближаться к Богу и принимать от Него все больше и больше. Вам не нужно останавливаться на этом пути. В этот же момент Дух Святой сошел и отметил меня. Конечно же, это очень сложно передать словами, но я оказалась в совершенно ошеломляющей атмосфере Бога. Я знала, что Он коснулся меня. Бог прикасался ко мне много раз, поскольку я выросла в церкви, но этот момент был основополагающим. Такие моменты очень важны для нашей жизни и служения. Я сидела у алтаря, позволяя Духу Святому касаться меня и моего служения. Конечно, когда-то мне нужно было уходить, но я хочу сказать вот что. Вы можете уйти с этого места, но это место пойдет с вами, этот момент останется с вами. Я помню, как я плакала или просто испытывала невероятные ощущения в этой Божьей атмосфере. Когда приходит Бог, Он отмечает вас, и для вас все меняется. Все выглядит иначе, все кажется совсем другим и звучит по-другому. Лично для меня это был переломный момент. Я знаю, что Бог действовал во мне, но в тот момент я еще не видела всей картины. Бог творил во мне кардинальные перемены. Первые несколько лет для церкви были неплохими, но приблизительно через пять лет мы начали ощущать серьезное давление врага. Мы стали переживать личное духовное бесплодие, а на собрании обрушились проблемы и физические атаки. Мой муж попал в серьезную аварию на мотоцикле и получил множество травм. Также были и другие психологические атаки. А у вас были хотя бы предположения, что будет происходить что-то подобное? Нет, конечно нет. Оказавшись в такой ситуации, вы не понимаете, что вам больно вовсе не из-за обстоятельств. Эта боль связана с потенциалом, которому направляет вас Бог. Я не утверждаю, что причина всего Бог. Но в такие моменты мы учимся понимать, к чему Он нас готовит. Конечно, мы не видим всей панорамы духовной войны, но в череде нескончаемых атак Бог готовит для нас мантию пробуждения. Я ощутила это на собственном опыте. Выходит, враг словно подталкивал вас к тому, чтобы сдаться, но получилось все с точностью до наоборот. Расскажите мне о голоде по Богу. Мне так нравится это выражение. Да, да. Враг подталкивал нас к тому, чтобы сдаться, и мы почти сдались. Но несколько удивительных людей стали говорить в нашу жизнь, ободрять нас и направлять в сторону нашей цели и нашей судьбы. Я совершенно уверена, что именно в эти годы в нас зародился голод по Богу и решимость получить все то, что Бог приготовил, как для нас лично, так и для церкви в целом. В нас зародилось отчаянное желание получить от Бога еще больше и увидеть мощное пробуждение. Что бы вы сказали тем людям, которые прямо сейчас проходят свою пустыню, ощущают отчаяние, как ощущали его когда-то, а вы? И уже близки к тому, чтобы вообще сдаться, расскажите им, что ждет их уже совсем скоро. Сид, я сказала бы им то же самое, что сказала вам сегодня. Не сдавайтесь. Не опускайте руки. Продолжайте бороться. Как я уже сказала, вам больно не из-за ситуации, в которой вы оказались. Эта боль связана с целью, к которой Бог хочет вас привести. Продолжайте переступать через эти критические пороги. Продолжайте двигаться к большему. Читайте Слово. Погружайтесь в Божью атмосферу. Черпайте в Нем надежду. Вы справитесь. Не опускайте руки. У Бога всегда есть для вас светлое будущее. Дух Святой сказал вам слова, которые вы не ожидали услышать. Вы спрашивали, Бог, где же ты? А Дух Святой отвечал, а где ты? Ты ответственна за пробуждение. Именно ты. Да. Дух Святой сказал мне это, когда я стояла у алтаря на одном из собраний пробуждения, когда оно только начиналось. Дух произнес, ты ответственна за пробуждение. Я применяю это и лично к себе, и к церкви. Это значит, что вам нужно управлять этим процессом, своего рода руководить им, поддерживать его. Вы его движущая сила и стоите за всеми его аспектами. Ответственность за этот процесс лежит на вас, и это довольно серьезно. Поэтому я и отнеслась к этому очень серьезно. Я не догадывалась, что нам потребуется несколько лет, чтобы подготовить почву для такого пробуждения. Но это такая радость, такая награда, видеть перемены в жизнях людей, когда Бог являет свою удивительную силу. В 2015 году Бог показал вам один из аспектов на пути подготовки к пробуждению. Это заявление. Конечно. За последние шесть лет у нас было много заявлений. Из них два очень важных заявления родились перед пробуждением. Я называю их заявлениями о решимости. Если мы делаем перед Богом заявление о своей решимости, мы даем Ему возможность действовать. А что такое заявление? Заявление — это распоряжение об утверждении чего-либо по Слову Божьему. Самое первое наше заявление звучало так. «Сегодня сражайтесь за то, к чему вы призваны». Пробуждение — это наше наследие. Бог обещал, что и зальет на нас Свой Дух. Он обещал, что Его Дух для нас, наших детей и детей наших детей. Это наше наследие. Поэтому мы провозглашали, что будем сражаться за то, к чему мы призваны. Мы призваны к тому, чтобы Бог непрестанно двигался через нас. Таким было наше первое заявление. Второе заявление появилось вскоре после того, как началось пробуждение, и звучало оно так. «Мы не остановимся». «Мы не остановимся». Я назвала это заявление нашей воинственной песней, воинственным кличем. «Мы не остановимся, пока вся полнота Божьей атмосферы не придет в наши жизни, в наши дома, в наши церкви. Мы не собираемся довольствоваться чем-то меньшим, нежели Его слава, Его сила, Его великолепие. Иисус заплатил цену, чтобы мы могли наслаждаться». Когда у вас родились эти заявления, Бог пришел во всей силе. Расскажите об этом. Бог пришел во всей силе. Самый первый всплеск пробуждения произошел в 2015 году, когда у нас проходила конференция для подростков и молодежи. Нас порадовало то, что на ней также было много взрослых людей, но в основном, конечно, подростки. Бог так являл свою силу, что у алтаря толпились люди, которые взывали к Нему. Они тянулись к Богу, и Он касался их. Это был август, но в Фениксе, в штате Аризона, была просто взрывная атмосфера. Все кондиционеры вышли из строя. В здании было невероятно жарко, потому что его наполнял Божий огонь. Он поглощал нас целиком и полностью. Эта атмосфера захватила нас настолько, что мы и по сей день, на протяжении уже шести лет, продолжаем проводить такие собрания. Мы очень благодарны Господу. Я не бывал в вашем собрании, но мне сказали, что тот, кто входит туда, моментально ощущает всю полноту Божьей атмосферы и Его славы. Именно об этом мы и просили Бога. Люди приходят в наше собрание, а затем, уходя, говорят, на этом месте был Бог, здесь был Дух Святой. Они говорят не о том, что проповедовал пастор Ким или еще кто-то, не о какой-то песне или певце, они говорят, здесь был Святой Дух. Вы наблюдаете за тем, как двигается Бог уже шесть лет, и верите, что так будет продолжаться до тех пор, пока не вернется Иисус. Когда люди входят и погружаются в Божью атмосферу, с ними что-то происходит. К примеру, расскажите нам о том, что происходит с гомосексуалистами. Мы видели большое количество гомосексуалистов и лесбиянок, которые приходили на наше собрание, и Бог их касался. Они отдавали свои жизни Иисусу и смиряли свои сердца перед Господом. Их образ жизни полностью менялся. Кто-то из них сегодня уже нашел себе мужа или жену. В этих семьях растут дети. Многие служат в нашей церкви, как ашеры или же в медиаслужении. Меня всегда восхищает, когда я вижу такие моменты, моменты перерождения или пробуждения у алтаря. И это делает Господь. На ваше собрание приходит много бывших заключенных, ожесточенных заключенных. А что происходит, когда такой ожесточенный человек попадает в атмосферу, где проявляется слава Бога и его благость? Знаете, что мы увидели, Сид? Насколько радикальными эти люди были в мире, настолько же радикальными они стали для Иисуса. Это невероятно нас вдохновляет. Для нас это огромная радость видеть, как искренне они поклоняются и славят Бога, насколько радикальными и бесстрашными они стали для Иисуса, для Царства. Болезнь должна уйти, когда человек приходит на собрание. Да, да. Расскажите о парне на коляске. Да, у нас был молодой человек, который встал с инвалидной коляски. Его тело атаковала инфекция, которая поразила все его органы. Его ввели в медицинскую кому. Он вышел из нее благодаря ходатайствам и молитвам. Затем он посетил одно из наших собраний. У алтаря на него возлагали руки и молились. Он встал с инвалидной коляски и начал ходить. Сегодня он служит в нашем собрании в медиаслужении. Вот в чем разница между теорией и практикой. Есть кое-что еще, что безгранично меня восхищает. Это те моменты, когда дети и подростки приходят во славу Бога. Вы можете представить себя на их месте. Представьте, что вы, будучи ребенком или подростком, попадаете на собрание, где проявляется Божья атмосфера. Так что же происходит с детьми? Дети спасаются, принимают крещение Духом Святым. Их учат быть ходатаями. Они возрастают в понимании того, как проповедовать Слово Божье, как учить Слову, как возлагать руки на людей, чтобы исцелять и наделять дарами. Они растут в атмосфере безграничных возможностей, и мы позволяем им это делать. И что самое главное, они знают все о том, как найти тайную комнату, чтобы слышать с Бога. Да, это так. Это заслуга учителей, которые помогают им этому научиться. Они непрестанно вкладывают в сердца детей культуру и атмосферу пробуждения. В первую очередь, все это рождается, конечно, в тайной комнате. Детей, подростков и юношей учат уделять этому время. И проводить свое личное время с Господом. Родители тоже несут это умение в свои дома, чтобы совершать там молитвы и видеть пробуждение, чтобы менять атмосферу в своих семьях, в своих домах, видеть исцеление, видеть, как их дети молятся и лежат на полу под действием силы Духа. Какая огромная разница. Последнее, что делает обычный подросток, это поклоняется Богу, лежа лицом вниз на полу в гостиной. Ким утверждает, что вам не нужно терпеть засуху в своей жизни. Вам просто не нужно ее больше терпеть, причем ни одного дня. О том, как, вы узнаете скоро. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Пастырь Ким Оуэнс заявляет, больше ни одного дня засухи. Прокомментируйте нам это. Мы в нетерпении. Сид, я верю, что мы можем жить в освежении Духа Святого каждый день своей жизни. Мы можем жить в пробуждении, постоянно пребывая в атмосфере силы Божьей, и потому преображаться изнутри. Нам не обязательно терпеть периоды засухи, моменты засухи или бесплодия в своей жизни. Мне на ум приходит история из Писания, когда Иисус сказал самаритянке у колодца, «Дай мне пить». Мы знаем, что чуть позже Иисус сказал ей, «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Только представьте, мы больше не будем испытывать жажду. Нам не нужно терпеть периоды засухи, сухость религии и мириться с чувством, что мы далеки от Господа. Также я вспоминаю 44 главу пророка Исаии и двух пожилых женщин, которые отчаянно взывали к Богу и просили коснуться их города и региона. Бог говорит, «Я и залью воды на жаждущее и потоки на иссохшее». Эти женщины просто молились этими стихами и говорили, «Бог, Ты обещал, Бог, Ты дал слово, и Бог пришел». Мы не должны мириться с засухой и бесплодием в нашем духовном хождении с Господом. Я призываю всех сегодня, воззовите к Богу, просите у Иисуса этой живой воды, и вы больше никогда не будете жаждать. Вы называете себя черлидером для Духа Святого ради славы Господней. Что это означает для вас? Ну что ж, вернусь к тому, о чем я говорила раньше, о заявлении, что мы не остановимся, мы не ограничимся чем-то меньшим. Нам нужна слава Божья. Мы делаем все возможное для того, чтобы привлечь эту славу, чтобы пребывать в ней, чтобы вместить ее в себя, обрести эту славу и сохранить ее. Мы усердствуем в молитве, мы усердствуем в посте, мы усердствуем в своих духовных исканиях. Мы делаем все возможное, зная, что Господь верен, и Он и зальет свой дух. Да, я черлидер Его славы. Нам не нужно ничто другое, только слава нашего Бога. Прекрасно. Нас смотрят люди, которые не могут прийти в вашу церковь, поскольку живут не в Аризоне. Но они тоже хотят обрести эту славу. Для себя, для своих супругов, для своих детей и внуков. А возможно ли это... Конечно, нужно просто воззвать к Богу. Нужно просто сказать Ему, «Я хочу большего. Я хочу большего». Я делала так, когда Бог отметил меня много лет назад. Должно быть что-то большее. «Господь, я хочу это узнать. Больше Тебя. Больше Твоей атмосферы. Я хочу, чтобы Ты явил мне Себя». Сид, большая часть нашей духовной жизни стала очень регламентированной, очень предсказуемой. Но у Бога есть сферы славы и откровения, сферы Его личности, которые Он хочет нам открыть и излить их в нашу жизнь. Но мы должны просить этого. Я просто скажу, продолжайте искать Бога. Будьте непреклонны в своих духовных исканиях. Не сдавайтесь и не отступайте. И Бог откроет небеса. Да, небеса откроются. Мы долгое время считали, что для нашего региона небеса никогда не откроются. Я хочу, чтобы вы сейчас сразились за всех наших зрителей, сразились за появление у них жажды по Богу, сразились, чтобы они захотели того же, что и все те, кто ходят в вашу церковь. Эта женщина несет в себе атмосферу Бога. Если вы тоже хотите обрести эту атмосферу, дерзайте, но сначала произнесите вместе со мной короткую молитву. Она имеет значение для вечности. Повторяйте за мною вслух. Дорогой Бог, я грешник. Я так раскаиваюсь. Иисус, я верю, что ты умер за меня, за мои грехи. И теперь мои грехи омыты. Сегодня первый день моей новой жизни, мое новое начало. И теперь, когда я чист, Иисус, приди и живи во мне. Я принимаю тебя своим Господом и Спасителем. Аминь. Ким, помолитесь. Отец, во имя Иисуса, я молюсь за всех тех, кто смотрит нас сегодня. Дух Святой, я прошу, чтобы ты пришел к ним прямо сейчас. Пусть сияние славы Божьей ворвется в их атмосферу. Господь, я молюсь, пусть все изменится. Пусть они ощутят вокруг себя весомую атмосферу Духа Святого. Господь, я прошу во имя Иисуса, коснись Духа этих людей и вложи в Него голод и решимость прорываться дальше, дальше своей последней встречи с тобой, дальше своего последнего переживания с тобой к еще большим сферам славы. Господь, я молюсь, чтобы ты менял атмосферу. Вложи внутрь них семя этого слова, чтобы они не останавливались и не отступали, пока не продвинутся к большему, пока не пройдут в двери чего-то большего, еще больше твоей атмосферы, твоей полноты, твоей славы, твоей силы. Больше тебя, Господь. Ты сделал это для меня и можешь сделать это для них. Во имя Иисуса. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Я ушел от Бога на целых 20 лет. Однажды я зашел на YouTube и почувствовал, что мое сердце куда-то тянет. Я просмотрел предлагаемые мне видео и среди них увидел название. Я умер, пошел на небо, и вот что сказал мне Иисус. Поскольку это YouTube, я решил, что это какая-то ерунда, но мне нужно было развеселиться, поэтому я нажал на ссылку и начал смотреть 100 видео, после которого я посмотрел еще одно и еще одно. Оказалось, что я несколько часов смотрел эти видео, хотя казалось, что прошло всего 5 минут. Сидрот сказал, «Всем нам нужен здоровый страх Божий». Программы о Божьем суде напугали меня. Теперь я понимаю, что Бог тянул меня посмотреть программы Сида. Не знаю, как и благодарить вас за то, что вы выставляете свои программы в YouTube. Если Бог коснулся вас через передачу, это «Сверхъестественно». Поделитесь свои истории по адресу, который видите на экране. Смотрите в следующем выпуске. Вы замечали, что Иисус никогда не просил Бога кого-либо исцелить? Вы замечали, что Иисус никогда не болел? Присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске программы «Это сверхъестественно» и узнайте о секретном ингредиенте божественного исцеления. Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». А вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 0,002% от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы.